Здравствуйте, здравствуйте! А вот сегодня мы посмотрим, как нам разобрать вторую модель из серии «Наши поезда» от фирмы Modimio. Тепловоз ЧМЭ-3. Сначала всё пошло немножко не так. Дело в том, что я принёс эту модель в магазин «Модель Экспресс» Игоря Гусева, а там сидела целая толпа наших гуру, которые, кстати, очень серьёзные моделисты, я им доверяю. Ну и поскольку я сам ленивый, я попросил её разобрать именно их. И как тут начался дербан, в итоге у меня получился пакет деталей, и поэтому сегодня мы пойдём в обратном порядке. Я вам покажу не как разбирать модель, а как её собирать. А если вы прокрутите ролик обратно, вы как раз всё и поймёте. Ну что же, приступаем. Итак, приступаем. Корпус у нас в руках. Корпус сделан из пластмассы. Он крепится на трёх винтах к раме. Но когда ребята разбирали, они отметили, что корпус не только привинчен, но и приклеен. Вот обратите внимание, здесь остались такие вот следы от клея. Поэтому, когда вы будете разбирать эту модель, придётся приложить некое усилие, чтобы отодрать корпус от рамы. Возможно, это связано ещё вот с чем. То есть, когда это всё собрано, потом, похоже, модель слегка заливают лаком. Или, может быть, просто крашеные детали ещё не успевают высохнуть, когда их собирают. Поэтому имейте в виду, отделяя корпус от рамы, придётся ещё приложить усилие. Кое-где она приклеена, а не только привинчена. Значит, здесь внутри корпуса вставляется вот эта вот самая кабина. Сейчас я попробую это сделать. Да, вот она. Да? Вот она просто у меня вставилась. Но она тоже слегка приклеена, и её нужно поддеть, чтобы вынуть. Вот видите, тут следы краски везде остались. Но ещё одна немаловажная вещь. Если кто-то вдруг захочет обмоторить такую модель, вот я взял первый попавшийся электродвигатель модельный. Вот, смотрите, он совершенно спокойно сюда входит, даже вот в такой узкий корпус локомотива. То есть это говорит о чём? Это говорит нам о том, что обмоторивание такой модели теоретически возможно. Итак, собираем корпус. Раз, два, три. Собираем корпус. Вот я его собрал. Значит, как я уже сказал, крепится он на трёх винтах. Три саморезика. Итак, три саморезика. Такая у меня замечательная отверточка. Вот один саморезик я вставляю. Чайка вот там зацепилась. Это винты. Вот. Вот второй саморезик я вставляю. Оп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть. И вот третий саморезик я вставляю. Значит, это что касается корпуса. В отличие от VL-ки предыдущей серии, здесь, конечно, тоже сцепки вклеены, но они никоим образом ничему не мешают, чтобы что-то снять. То есть, они вклеены вот в эту саму раму, поэтому они никакого значения не имеют. Также вклеены метельники. Вот один остался, другой отвалился. То есть, вот вставляется метельник. Вот он, да? Вот он у нас вставился. Но, в принципе, он держится на клею. И вот этот метельник, и вот этот метельник. Значит, после этого наступает черед тележек. А, ну, понятное дело, вот бак. Он тоже вставляется чисто вот на этих шпенечках, на клею. Причем, заметьте, что вот с одной стороны эти шпенечки расположены дальше, с другой стороны поближе. То есть, вы как бы направление бака не перепутаете. Вот я вставил бак. Итак, вот здесь вот эти вот детали, после того, как мы привинтили корпус, вставляются обратно. Таким образом, вот здесь есть такой выступ, который встает внутрь. Вот он, как бы этим выступом должен вставляться внутрь. Тоже, в общем, не сильно приклеены, поэтому все нормально. Ну, вот, что-то не хочет вставляться. Да, вот они достаточно в натяг сюда вставляются. И, видимо, почти не проклеены. То есть, за счет краски они там держались. Вот так. Да, вот они встают достаточно плотно. И после этого ставятся тележки. И, соответственно, вот эти тележки тоже прижимают вот эту часть к корпусу. Вот они встали в пазы. То есть, тележка снова стала неповоротной. После этого винтом я ее прикручиваю на место. Одну и вторую. Вот теперь все правильно. Прикрутил. После этого я устанавливаю колеса на место. Вот эти средние колесные пары. Не очень хорошо видно. Все, попал. Все, одно колесо дома. И закрываю его крышкой. На два самореза все это креплю. Так, раз. Один саморез закрепил. На второй саморез закрепил. То же самое повторяю со второй тележкой. Сначала устанавливаю колесную пару. А потом уже привинчиваю вот эту. Так, пошло. Другой саморезик. Ну и что хочу сказать. Раз вот по ходу пьесы видите некоторые детали. Например, метельник, бак. Вот они у меня теперь отходят сами. Значит, приклеены они не очень сильно. Поэтому для того, чтобы разобрать модель на части, каких-то безумных усилий в данном случае, в отличие от ВЛ-ки, не потребуется. Вот даже еще один тормозной рукав у меня отвалился, отклеился. Ну вот таким образом мы получаем снова собранную модель от Мадимео Чме 3. На что еще хотел обратить внимание. Вот что мне бросилось в глаза. Вот здесь на ВЛ-ке было еще одно отверстие, значение которого я, честно говоря, сразу не понял. Там нет никакого винта, ничего. Здесь уже такого отверстия нет. И только потом мне пришла в голову следующая мысль. Похоже, это отверстие было сделано изначально, то есть оно планировалось у первой модели, для того, чтобы крепить его винтом к подставке. То есть модель, вот как я показывал в первом выпуске «Атлас», она крепилась на подставку. Ну или проектировалась. А потом, очевидно, в целях удешевления от этого варианта отказались. Поэтому вот здесь это отверстие совершенно бесполезно, а вот здесь на чмухе этого отверстия уже нет. То есть эта модель уже на подставку вроде как и не крепится. Ну что же, значит, если вы, как и я, захотите разобрать, а потом снова собрать модель, будьте готовы к тому, что некоторые ее части надо будет снова приклеивать. Можно воспользоваться суперклеем. Скорее всего, я думаю, что он и подойдет для того, чтобы снова приклеить деталь на место. Мое личное мнение, вот эту модель разбирать было легче, чем модель электровоза. Но может быть это связано с тем, что первую модель в первый раз разбирали, плюс там клея было побольше залито внутри. А это уже вторая модель. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Удачи вам в ваших начинаниях. Творите. Всего вам доброго.